ну что самураи без башни седьмого уровня для вас выпустили самый сильный танк в игре чита сп это название нужно запомнить обвести в рамочку на стеночку повесить это именно то на чем можно набивать хороший результат у меня этот танк пока что в статистике на первом месте лучше него нет ничего я на нем поиграл это невероятный танк и самая основная его фишка это броня хоть и самурай наш без башки а именно без башни но зато хотя бы доспехи в него неплохие сразу познакомимся с его броней нлд ужасно это наша ахиллесова 5 40 миллиметров самая нижняя часть средняя часть нлд 80 миллиметров понимаем что это пробьют все но в лд 340 миллиметров 330 смотря под каким углом в общем 300 плюс вот в лд никто не пробьет вообще абсолютно разве что девятки специальными снарядами это не все рубка конечно у нас уже менее бронированная и там примерно 230 миллиметров в некоторых местах и чуть больше в маске там бывают 250 миллиметров бывает какие-то там стыки где намного больше плюс минус там 240 миллиметров понимаем что рубка танкуют одноклассников достойно даже некоторые танки более высокого уровня если у них пушки стоковые можно и на них быкануть есть надгусеничные полки но они не такие уж и тонкие 50 миллиметров не каждый калибр и будет пробивать поскольку чтобы такое пробивать по правилу трех калибров калибр должен быть 150 миллиметров а это уже бандура огромная такую еще попробуй найди а вот крыша 30 миллиметров на рубке вот это уже могут пробивать орудия с калибром 90 плюс миллиметров поэтому крышу стараемся не показывать но в целом в этом особо нет смысла поскольку все равно есть большой лючок не сказал бы что он прям супер огромный но его не сложно выцеливать в ближнем бою толщина там 100 с хвостиком миллиметров также еще сбоку от лючка на рубке такой выступ есть там вообще 50 миллиметров и это то что нужно прятать если мы играем в ближнем бою и еще и останавливаемся нам будет это очень легко пробивать если мы приехали в ближний бой нужно этот лючок прятать если вот там за скалой или за каким-то зданием спрятать и не показывать то в принципе мы можем и вблизи танковать если такой возможности нет то лучше в ближний бой не приезжать вообще лучше на средней дистанции играть поскольку с расстояния не все будет залетать в лючок а вокруг лючка у нас все в принципе в броне поэтому играем от рельефа и желательно на средней дистанции и все будет хорошо либо же если мы играем в топе то мы можем прямо и активно поехать играть ну или как вы видите бой на фоне который я играл я поехал агрессивно в город хоть я играл внизу списка против девяток но мне повезло что против меня попалась девятка стоковая поэтому стоковая девятка никакой угрозы не представляла тем более что объект 257 это один из самых слабых танков девятого уровня который позволяет даже танкам на два уровня ниже обижать себя это наверное один из самых безобидных танчиков но если бы у него была топовая пушка там было бы огромное пробитие с альфой и он бы мог меня за два с половиной выстрела убить но поскольку орудия была стоковая то он смог ничего абсолютно броня это конечно хорошо особенно когда она толстая крепкая но еще и остальные параметры в танке важны и на удивление мобильность у танка с броней у нас получилась неплохая максималка вперед 40 назад 15 удельная мощность 15 и это прямо обалденно мало того что у нас есть хорошая броня у нас еще есть хорошая подвижность влево вправо орудия поворачиваются на 10 градусов это так себе но спасибо и на этом вверх орудия поднимается на 15 это не сильно много но я заметил у японских танков у многих орудия вверх не любит подниматься обычно вниз хорошо опускается но тут и вниз так себе 7 градусов но я бы не сказал бы что 7 градусов это плохо это более-менее приемлемо комфортно если было бы 6 это уже было бы прям мучение 7 это на грани у нас еще и орудия не самое плохое альфа 320 пробитие 205 бэбэшкой на 500 метров пробитие у нас 188 падает она не слишком сильно но видно что на 500 метров все-таки пробития поменьше что основной снаряд бэбэ что специальный снаряд тоже бэбэ специальный снаряд пробивает 244 на 500 метров 229 в принципе как для седьмого уровня это неплохой результат также у нас еще сведение 1.9 точность 0.33 а вот стабилизация 0.19 от движения 0.19 от поворота корпуса и это не очень стабилизация у нас так себе но стабилизация от движения орудием 0.08 и это уже хорошая стабилизация но у нас башни нет поэтому только можем пушечкой поворочить туда-сюда получается что у нас танки без брони был бы не самым плохим но так у нас еще и броня есть и ездит неплохо и орудия неплохое так еще и броня на месте обзор у нас 370 метров это тоже неплохо как для пт-7 1000 хп у нас еще какая-никакая маскировка есть 16 с половиной когда мы стоим на месте почти 10 когда мы едем это без экипажа без оборудования без ничего если мы туда сверху еще что-нибудь накидаем то даже маскировка будет не самая плохая маскировка получается 33 20 в движении можно еще инструкцию поставить на маскировку получится у нас маскировка 35 не сказал бы что это прям супер много но у нас как бы подвижность нормальная и броня хорошая и маскировка у нас не прям как у тяжелого танка полевую модернизацию вы видите на экране оборудование доставатель вентиляция турбина если мы играем внизу списка то мы больше склоняемся геймплею пт-сау более аккуратно и прикрывать союзников если мы играем в верху списка в топе против низкоуровневых танчиков то здесь мы можем играть по наглее главное прятать нлд поскольку нлд пробьет любой также корпусом особо доворачивать не надо мы танкуем в принципе только лбом желательно прятать лючок танк очень приятный очень классный я рекомендую его если вы начали качать новую японскую ветку pt не особо любите играть на десятках то принципе эту ветку можно на седьмом уровне уже и заканчивать поскольку это наверное самый сильный танк в этой ветке особенно если у вас со скиллом так себе поскольку на десятках играть намного сложнее десятка тоже очень сильный танк но скилла требует танк 10 уровня намного больше поэтому если вы хороший игрок то и десятку тоже можно выкачать и на ней нагибать рандом а вот остальные танки в ветке не очень 5 6 и 8 уровень это вообще ужас какой-то это полный капец девятка неплохая но девятка не чувствуется такой сильной как семерка и десятка там конечно тоже хороший дпм точность сведения пробития альфа но на ней хочется больше играть в какой-то тир а в рандоме такое происходит не часто поскольку корпус очень бумажный стабилизация какая-то такая неприятная поэтому в активных быстрых боях играть не так уж легко поэтому девятка мне понравилось меньше чем семерка и десятка на мой взгляд семерка это прям именно тот танк на котором можно с кайфом остановиться в этой ветке максимально мало усилий прикладывать чтобы выкачать 7 уровень это несложно это недорого по ресурсам еще и получаешь один из самых сильных танков на своем уровне это реально стоящий танк его нужно обязательно попробовать каждому поиграть если вам нравится пт-шки без башни поэтому такой вот танчик не пропускайте его обязательно поиграйте если есть желание пишите свое мнение в комментариях про ветку про этот танк что вы про него думаете согласны со мной или нет с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи пока а